Байки про байки и про байкеров От Алексеича Мото М Неполепный автор-ведущий постоянной этой программы Алексей Марченко Напротив меня, Алексеич, привет! Добрый день! И сегодня у нас любопытнейшая тема Это заднее колесо мотоцикла Нестандартное Которое так любят фотографы Всякие люди, не имеющие прямого отношения к мотоциклизму Считают, что это красиво, так брутально По-мужски Некоторые мотоциклисты, наверное, считают, что это круто А многие считают, что это как раз Ну, во всяком случае, проблема Ну, не проблема, вернее А есть такой факт Когда люди меняют заднее стандартное колесо на широченное И вот об этом мы сегодня поговорим Зачем это? Какие нюансы, особенности и так далее? Прошу Да, ну, у нас широкая программка Начнем с низов, с нуля Любой мотоциклист, покупая мотоцикл Хочет как-то уширить свое колесо Уширить Уширить как-нибудь его Хоть любыми способами Это такой мототермин Уширить Это мой термин Просто к слову пришлось Окей Вот И, значит, сперва делается как Значит, резина рассчитана на колесо 130-140 заднее Ну, обычно Мы говорим про Харлей Ну, обычно все мотоциклы Как бы первых Ну, то есть, как бы там До 90-х годов Они делали не широкие колеса То есть, вообще было принято Два одинаковых колеса Это считается самая оптимальная версия Вот Но это колесико сзади То есть, весь мотоцикл брутальный, большой Но сзади подходишь тоненькое колесико Ну, то есть, как ты его видишь Как-то не то И начинается, значит Так, давайте поставим резину Пускай она будет на 16, но не на 130 А на 160 Ну, 160 же ширше Ну, поставить можно Это уширивание? Да, можно Можно Поставите Поставим Ну, сразу говорим Но это не очень хорошо Ну, вы поставьте Я говорю Ну, не очень хорошо Ну, поставьте Ну, все, ставят А сильно ничего не изменяется Потому что обод-то все равно узкий И колесо Вроде пока оно лежало резиновое Оно вроде как бы даже Да, широко было На 160 Там, вместо 130 Но когда ты его натягиваешь На этот узкий обод Он такой становится Как бублик Ага И почти ничего не изменилось Только управляемость У тебя ухудшилась в разы То есть, ты начинаешь Это Входить в повороты И он у тебя начинает Типа Складываться В общем Меняется сразу Устойчивость При поворотах И, в общем Не очень это хорошо А видимость не прибавляет Следующим этапом Значит, люди Пытаются поставить Хотя бы чуть-чуть пошире Но тут, значит, получается Что у маятника Есть свой размер У амортизаторов Есть свой размер У рамы Есть точки крепления Амортизатора Есть цепь, в конце концов Есть цепь или ремень Есть тормоза Есть много чего Да, но, значит Ну, чтобы этот маятник Не увеличивать Значит, да Колесо чуть-чуть побольше Можно поставить То есть Подбирается колесо Более с этих Версий там каких-то Ну, в общем Подбирается колесо И туда Как-то вкрячивается Подпиливая Подтачивая Что-то, как бы, делая И Вроде бы Становится лучше Но Сама задача Чтобы, как бы Оно и в крыло влазило Ну, там Если Там у 130-го колеса Было По 2 сантиметра То уже Когда там поставил В смысле До крыла Ты имеешь в виду Да, по бокам крыла То уже Когда там ставишь 160 А может даже И 180 Как-то влезть может Хотя вряд ли Вот То у тебя там уже Ставится по 1 миллиметру И поэтому Иногда еще даже Подтирает Вот Но, тем не менее Это вот Первая версия Выродов Как раз была Очень узкие колеса А вот уже Через 2 года Они начали делать Более широкие На 180 И вот Значит Там Целая Плеяда Кастомов Вкрячить туда С небольшими Доработками Оригинальное крыло С более Свежей моделью Вот Следующая версия Значит Это вот Такой вот То есть Такой бзик Почему он происходит Потому что Ну реально Большое колесо Красиво Ну реально Красиво Не всегда удобно Но очень Эффектно И красиво Поэтому Все к этому Стремятся Но те люди У которых есть Много времени И много денег Иногда и были Иногда и есть Вот То уже говорят Что там Глобально И я сейчас Как раз Расскажу Одну Байку Такую Звонит человек А мы уже Много раз Делали эти колеса И знаем Чем начинается Чем заканчивается И человек говорит Мне вот Нужно Поставить На мотоцикл Большое колесо Там На 240 Или на 320 Что-то такое Короче Большое колесо 320 Это вообще На какую машину Не-не Ну это вот Это вот Такое Нормальное колесо Автомобильное Нет-нет-нет Это мотоциклетное Ага И И говорит Сколько будет стоить Мы говорим Значит В среднем Весь проект Будет 250 тысяч рублей Ага Через неделю Звонит Говорит Слушайте Такая история Я вот тут Позвонил В другое место И мне сказали 50 Я говорю Классно Прекрасно Иди Это же дешево Это же классно Я говорю Ну ты это Спросил Сколько стоит Поставить Заднее колесо Или чтобы Полностью Завершить проект Чтобы Под ключ Вот со всеми Этими расширениями И так далее Или под ключ Или просто Воткнуть тебе колесо Такой звонит А не Это только просто Воткнуть колесо Я говорю Ну а дальше Ты как-то будешь делать Я говорю Ну ты видно Как спросил Тебе так и ответили Ты скажи Будет он ездить Оно ездить Или нет И давайте Теперь разберемся Просто это Очень интересно То есть У нас со всеми Было В принципе Одни и те же разговоры Но этот был Очень интересный Товарищ И мы Значит с ним Начали Ну смотри Вот Ставим колесо Значит нам Что надо Маятник менять Надо варить его Делать другой Такие маятники Не производятся Разрезать Сваривать Там да Не Просто изготовить Новый маятник Ну да Или так да Да Ну все Да делаем Так колесо Вот какое у тебя Такое 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 А мотоцикл XV 950 Я не знаю Что это Что это XVS 950 12-13 года Это Ямаха Ага Говорит Какое колесо Хочешь Вот каталог Какие хочешь Можем вытащить Любое Можем купить Уже готовое 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 Будет чуть дешевле Чем на заказ И быстрее Ну вот это Хромированное Блестящее Вот этими С языками пламени Вот Я говорю Ну И что у нас Получается То есть Спереди Черное Ямаховское Колесо А сзади Такое Красивое То есть Значит В одном Ухе Бриллиант В другом Кусок Угля Ну как это Ну что это За стиль Такой Нет Да Слушай А что-то Не то Так что Значит Сзади Будем зачернять Значит Что делаем Тогда Тогда давайте И переднее Ну а какой Смысл Брать Стандартное Переднее Сзади Вот такой Каток А спереди Вот такое Узенькое Колесо На 110 Ну и что Что это будет За у нас За мопед Такой Ну да Так надо же Этот Тогда колесо Нормальное Как бы это Потолще Ну да Ну давай Ну а сколько Скажем Ну а как мы Крыло Это никак Не попадает Туда Надо Другое Крыло Купить Или Изготовить А ну Конечно А что Да Ну конечно Все Делаем Так Подожди У нас Значит Ямаховская Покраска Мы тут Куча Чего Этот Нового Приходит Крыло Заднее У нас Новое Переднее Новое Его надо Красить Остается Давай уже Покрасим По-человечески Красиво Ну вообще То да Логично Ну а смотри Вот мы сделали Маятник И И сделаем Большое крыло С Брызговиком Чтобы ты Возил Пассажира И крыло Колесо То не будет Видно Нет Тогда крыло Делаем Маленькое Ну тогда Пассажиру Негде сесть Ну хрен С ним С пассажиром Тогда Это Только я Ну тогда На сиденье Изготовить Мы же не можем Ямаховской Ну смотри Как оно смотрится Бум Как сковорода Ну вообще Никак Да Ну значит Изобретаем По форме Сиденья Сиденья То есть Конфигурацию То есть Дизайн Все значит Там уже К миллиону Уже подходят Да Да Подожди А почему Получается Что Изначально Было 250 А сейчас Что-то в два раза Больше Потому что Желание Увеличивается Ну да В общем Это Это Жуткое Занятие А еще Это Есть Харлей Допустим На какие-то Харлей Можно ставить Колеса широкие На какие-то Нельзя Не под каким Соусом Технически Почти Это невозможно Есть На какие-то Мотоциклы Продаются Комплекты Прямо Хочу поставить Все Есть компания Которая Производит Полный набор Тебе Прямо Все Все Модели Только покрасить Остается В цвет Черный цвет Вот И он уже Оттуда Приехал И он Привез его К нам Он нам Эту историю Рассказал Мы Позвонили Созвонились И Тоже И таких Наделали Мотиков Но Там Не самые Большие Колеса Там Чуть Чуть Побольше То есть Это Самый Бюджетный Эффективный Был Вариант Вот Да Слушай Ну Понятное Дело Что Открутил Прикрутил Это Как бы Одна Кухня Но Все Таки В массе Своей Наверное Приходится Делать Много Чего Вручную И Я бы Давай Даже Перепрыгнул На Как бы На Заключительную Что ли Часть Программы Запланированную Вот это Все Все Вот эти Мучения Деньги Потраченные Ожидания Время Там Испорченное Настроение И вот Наконец Ты получил Желаемый Мотоциклист Заказчик Может так Быть Что Мотоцикл Становится Другим Вообще По управлению По расходу Топлива По всяким Разным Характеристикам И человек Дует Нафига Это все Стало Только хуже Но вот допустим Вот на Примере Этой Ямахи Естественно Там Шкив И чтобы Воткнуть Широкое Колесо Нужны были Проставки И перевести Его на Цепь Естественно Ремень Более Тише Более Надежнее Цепь Конечно Нужно Обслуживать Плюс Она еще Через Проставку Стоит Сильно Перегружать Тоже Не стоит Но Когда Он Поворачивает Налево И направо То Прямо Видно Что Он Все Колесо Висит В воздухе А только Кусочком Держится Тут еще Какая Проблема То есть Получается Что Если Скользкая Поверхность То Шансов Сорваться В занос Больше Ты Короче Когда На нем Едешь И Пытаешься Повернуть Он Как Неваляшка Пытается Встать На место Почти Круглая Короче Ты Наедешь Как На шарике Вот Эффект Такой Как будто Ты на шарике Раз туда Он тебя Бумс Обратно Обратно Раз сюда Он тебя Бумс Не Ну К этому Всему Привыкаешь И Естественно Этот мотоцикл Сделан Не для гонок Это и мотоцикл Шоу-байк И поэтому На этом мотоцикле Ты едешь Со скоростью 40 км в час По городу В полный И тебе Все Обгоняют И замедляют Ход И никто Тего не хочет Обогнать Потому что Все смотрят То есть тут Скоростные режимы Не нужны То есть все такие Бляжи Ни хрена Не понимая Мотоциклах Но вот Широкое колесо И у нас Это сразу Это психическое воздействие Это психическое воздействие Да И эти мотоциклы Не надо на них ездить Там значит Даже такая проблема Что Когда получаем Эту резину Делает одна фирма Всего Эту резину И Там Прямо на коробке Написано Не для использования На дорогах Общего пользования Это шоу резина Поэтому Сразу Те кто Допустим Ну они Похоже Там себя Обезопашивают Этим То есть там же У них такие Суровые законы Вот я из-за вашей резины Вот Убрался Там И Вы мне должны Ничего мы тебе не должны Там на коробке Было написано Не для езды По дорогам Общего пользования Только По кастом зоне То есть никаких Страховки тут уже Не получишь Естественно Любая нормальная Страховка В Европе С таким тебе колесом Номера не выдаст Не Номера тебе выдадут Тебя страховать не будут А если даже и застрахуют Ничего тебе не выплатят Скажут Извини Мы говорим сегодня Об инсталляции Большого колеса Широкого На мотоцикл Алексеич А есть мотоциклы В которые Ну это никак не вставить И вообще Вот если вы владелец Такого мотоцикла Сейчас Алексеич скажет То ребята Эта программа Не для вас То есть Невозможны Технически Или в любой Есть такие мотоциклы Которые технически Это никак Невозможно сделать Или эта овчинка Как бы Ну Выделки не стоит Поверни Вот чуть-чуть Вот так Вот микрофон Нет Вот так В другую сторону Да ну тебя Ладно Говори как есть Как уж получится Алексей Марченков У нас в эфире Да Итак Есть мотоциклы В которые нельзя Да Есть такие мотоциклы В которые Невозможно Вставить колесо Ну в общем На Роткинг Невозможно Поставить колесо Шире Потому что Это же большой Какой-то мотоцикл Да Ну там Просто Смысла в этом Никакого нет То есть там мотор Коробка Сверху Праймари А шкив Внутри Выдвинуть Праймари На метр Чтобы колесо Увеличить Ну в общем Настолько Ненужное Мероприятие Проще взять Другой мотоцикл А вот допустим XVS Yamaha Да 950 Вот На нее ничего Никаких конструкций Не продается Вообще Никто ее Даже никогда Не планировал Просто есть модели Которые уже Запланированы И они хорошо получаются Там на ВРО Там Целые компании Существуют Которые делают Там супер Маятники Супер Колеса Вот это все Техно Да даже у нас На первом этаже Видел супер Маятник Алюминиевый А тут значит И нам пришлось Что делать У нас Был механик Работал Кастомайзер Талантливый И он Так как он был С Рыбинска С жильем У него было не очень Он уехал В Рыбинск И он Короче Обратно на родину И нам пришлось Ему высылать Маятник Чтобы он там Его сделал То есть Мы скинули Размеры Он его там Сварил И нам его Выслал Мы его Воткнули И все Минометр И все сошлось Это была Конечно Фантастика Он получился Правда Очень тяжелый Этот маятник Но зато Супернадежный То есть Он Никогда Не ломался Мотоцикл Уже много лет Ездит Уже сам сгнил А Тут Андрюха Значит Сын Когда перегонял Его По По Кружной Подумал Ну как бы Мы никогда не ездили На максималке На таких колесах И он говорит Ну такая возможность До 180 Разогнал Говорит Едет Ну правда Говорит Рулем Лучше Никуда не крутить Но Говорит По прямой 180 Говорит Он разогнался Очень страшно Мне кажется Нет Говорит Очень плотно Сидел На дороге Говорит Даже Никаких проблем Не было Слушай А вообще Ведь это пошло Насколько я помню Ну люди Разные рассказывают Но говорят Что вот В Америке Для покрытия Больших расстояний Это дело Ну как бы Вообще Изобрелось Когда автомобильную Покрышку Широкую Ставят назад Нет Это другая Это же У нас была передача Перейти на темную сторону Называлась Это Такого же размера Просто Ты ставишь Автомобильную Потому что Резины Автомобильная 2-3 сантиметра А у Этого 3-5 миллиметров У мото Мото Мотоциклетная резина Она легче Она легкая Ее невозможно Как бы Сделать большую Но ты Когда ты ставишь И допустим Ты Как это Американцы Они Из Нью-Йорка Или там Из Флориды Едут На Аляску Там Несколько тысяч километров И там Все время В основном По прямой По прямой По прямой И в общем-то А там Как Как В Якутии Так И На Чукотке С шиномонтажом Там как бы Не разгуляешься И с резиной Любого размера Поэтому ты поставил И тебе нужно Чтобы тебя хватило До туда И обратно Вот А там потом Естественно Ты снимаешь Это колесо И ездишь уже По городу Да Но некоторые Так и ездят Подожди А просто снять колесо Кстати Вот вопрос возник Просто снять колесо Откатить его В гараже В сторону И Здесь же В гараже Взять нормальное Городское колесо С такими же С такими посадочными Снять амортизаторы На целый день На целый день В общем много В общем много В общем много Всяких Там интересных Хорошо По поводу Управляемости Сказали Да То есть По поводу Стоимости Ну все таки Что бы ты ни делал Ну и мы не берем Экстремальные ситуации Когда человек Настаивает на своем Все делаете А потом сидит обиженный Потратил кучу денег А ему не понравилось В оконцовке Экстрим не берем А просто вообще Насколько стоят Овчинка Ты сейчас сказал Знаешь про что Когда Клиент Выступает Как заказчик И как дизайнер Это чаще всего Провал Если клиент Выступает Как заказчик И спонсор Своего проекта И не становится Дизайнером Своего проекта Чаще всего Получается Первое место Получается красиво Вот Как только Человек Который Никогда это не делал Видел только 10 картинок А ты 10 миллионов Картинок видел У тебя И ты еще Это все делал И ты понимаешь Как это все происходит И что будет У тебя опыта больше Но человек Занимался бизнесом И знает Что у него Хорошо получался бизнес И значит Здесь хорошо получится Но не всегда Бывает так И поэтому Очень часто Бывают такие вопросы Блин Я все же Вот все попросил Как вы сделали И вы все Как сделали Правда Вы мне говорили Что это будет Совсем плохо Но получилось Совсем плохо А то есть Еще даже Еще хуже Хуже Худших ожиданий А когда человек Говорит Вот Мне вот Надо Вот так А дальше Что хотите Делать И все Чаще всего Это проще Потому что Ты уже Начинаешь Подбирать Начинаешь Программки делать Начинаешь Цвета менять И выходишь На этот Нужный уровень И потом Показываешь Эту картина Маслом Называется Давай о потерях Которые Несет мотоцикл С таким апгрейдом Можно ли говорить Что Ну Замена крыла Наверное Заднего Наверное О потерях Можно говорить Так что Этот мотоцикл На учет Уже не поставишь Никогда То есть Если он был На номерах То Как-то еще Вот ты Купил этот мотоцикл Приехал в мастерскую И говоришь Делайте И у тебя есть Какой-то шанс Что Ты на нем Будешь ездить Но хрен Конечно Его продашь Но будешь Ездить Долго Но тебя Там Пару раз За свою жизнь Может быть И оштрафуют За то Что он Не стандарты Вот А если ты Привез его Из-за границы На учет Не поставил Потом отвез В ателье Потом там Забабахали Заднее колесо А потом ты поехал В ГАИ И А там нужно Фотографировать И фотографии Прикладывать В дело А Ты уже технически Он не проходит И ты попадаешь На целый мотоцикл У тебя красивый Дорогущий Но ездить на нем нельзя Да Беда какая Это юридический нюанс Это что касается Да Юридических нюансов Я-то про технические Вообще спрашивал Может быть Вследствие такой Реконструкции Уже сложнее Повесить там Кофры Какое-то сидение Это вообще Это про заднее сидение Про повесение кофры Про установки Заднего этого СС-бара Куда там Пассажир может Упереться Это Вот это все Можно забыть Это можно забыть Да Просто как Сперва строим Все убираем Потом появляется подруга Надо приделать сидушечку Значит надо Какие-то кронштейны Потом для этой Для пассажира Нужно еще Спинку сделать Потому что слетает С него И короче И потом уже Появляется Такой мутант Ну потому что Мы когда делали У нас был Дизайн проект Чтобы все совпадало Все было гармонично А тут раз И мы начали Приклеивать бородавки Ну да Ну что Будем потихонечку Наверное Пытаться закругляться Тогда наверное Давай какой-то Общий вывод сделаем Надо такое делать Или все-таки Надо подумать сто раз Не Если человек Человека прет То конечно надо Что значит подумать А на что мы жить Будем тогда Нет Ну в смысле Мастерская на что Будет жить Нет Мастерская Понятно Ну да Впрочем да Этот вопрос мы снимаем Хотите Заказывайте Да Ну надо как бы Всегда понимать Что Этот мотоцикл Конечно Лучше обслуживать Там же Где его и сделали Потому что У нас такие были случаи Что мы такие мотоциклы делали Потом их отвозили куда-то там В другое место Людям Которые Никогда не строили кастомы А потом Нам эти мотоциклы Приезжали И нам приходилось Опять вытачивать Новые втулки Потому что Они даже не знали Куда их поставить И новые шайбы Которые Дистанционные Они просто Разобрали сперва Это потом Блин Потом собрали А оно все там Болтается И все И Поэтому лучше Конечно Там где сделал Там Потому что Это Единичный экземпляр И Везти куда-то В другое Там Ну есть такие случаи Когда человек уезжает Там жить в другой город Тогда он говорит Я поеду В ту-то мастерскую И буду там Обслуживаться Вот телефон И мы Звоним туда И говорим Вот это Вот это Вот это То есть Даем инструкцию Это вообще Нормальная практика Когда Из Беларуси Приезжает Кастом Известный Наш кастомайзер Звонит Мне говорит Значит там мотоцикл У него так 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 Делай Я сказал Что если Только или к тебе Ехать Или ко мне Он приезжает И мы уже Знаем Что там За нюансы Потому что Ну это Индивидуальный проект И Других вариантов Может и не быть Могут люди Не разобраться Окей Тогда ничего Не говорим Никакого вывода Не делать Вывод делать Обязательно Делать широкое колесо Двигаться Куда-то Потому что Застой Никому не нужен Нужен куда-то Прогресс Прогресс двигался Должно быть движение Должно быть движение Поэтому не надо Не слушайте Алексеевича С его грустными историями Делайте Вот все Что вам хочется Все делайте И вы будете молодцы По-моему история Получилась хорошая Сегодня Добрая Добрая Спасибо Всем кто слушал Алексеевичу И до новых встреч Счастливо Пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok